всем привет меня зовут марат я технолог художника декоратор и в этом видео мы говорим и показываю о материале микроцемент и особенностях и нюансах работы с ним чем же хороший микроцемент тем что он создает очень прочное основание из него можно делать самые разнообразные фактуры это могут быть карты травертины и либо гладкое нанесение либо всевозможные арт-бетоны то есть у нас будет создание арт-бетона в этом мастер-классе я покажу как создать данные данную текстуру и в конце мы проведем еще несколько испытаний именно с этим материалом я покажу насколько он водостоек и насколько он прочен а сейчас спустимся в тех отдел и начнем итак дорогие друзья мы приступаем к работе над микроцементом и в процессе я сейчас покажу и расскажу о особенностях материала и о том как его применяют чаще всего и как это делать правильнее но для начала я возьму сейчас 300 грамм мне этой смеси хватит для того чтобы сделать образец 300 грамм микроцемента и соответственно мне нужно будет одну четвертую часть или 25 процентов к этой массе то есть 300 грамм не нужно было беру 300 грамм микроцемента и соответственно мне нужно 25 процентов добавить сюда акрилового лака это для того я сейчас расскажу это для того чтобы применять смесь например на полах в этом случае мы добавляем лак если мы применяем это на стенах то мы этого не делаем собственно я добавил и теперь у меня 400 грамм смеси и соответственно мне нужно теперь где-то 10 процентов воды к этой массе то есть или 40 грамм я сейчас добавлю еще просто воды и сейчас я это все перемешиваю так на данном этапе готова и теперь нам нужно подождать несколько минут и перемешать повторно смесь но нам нужно это сделать для того чтобы химия которая есть сухом микроцементе растворилась водной среде у нас получается вот такая однородная смесь принципе ее уже может заколеровать в любой нам нужный цвет мы сделаем классический бетон то есть делаем серенький вот наша смесь принципе она уже готова к работе на самом деле все очень просто так наша смесь готова к колеровке мы ждем буквально несколько минут и перемешиваем повторно итак наша смесь постояла какое-то время мы помним у меня 400 грамм сейчас я ее заколерую на буквально там пол процента колера два грамма добавлю на 400 грамм это будет 0,5 процента все колера я всегда считаю в процентах потому что независимо от веса вы всегда сможете попасть в точную колеровку и повторно перемешиваю все смесь готова к работе и сейчас мы ее нанесем но прежде чем нанести у меня есть маленький эксперимент очень важный и полезный для вас что я сделаю у меня есть кусок керамогранита то есть плитки я сейчас на плитку нанесу микроцемент а завтра для вас это время пройдет быстро я попробую это механически удалить то есть будем взбивать с этой смеси микроцемент оставляю сохнуть и приступаем к нанесению материала у меня готов старый образец сейчас я передвину камеру поближе ну а теперь давайте нанесем материал материал мы нанесем классический в два слоя у микроцемента фракция зерна максимальная полмиллиметра не целых пять десятых миллиметров принципе по этого вполне достаточно чтобы обеспечить поверхность ровную и достаточно зернистую чтобы было хорошее сцепление хорошая адгезия к основанию единственную рекомендацию которую я могу дать при нанесении данного материала это когда вы работаете если вы работаете делаете пол то к примеру когда вы делаете пол на большом участке то вот эти края их нужно смачивать для смачивания я я применяю обычно какой-нибудь поливизатор или краскополька то есть для того чтобы смачивать нужна какая-то брызгалка и пока мы не даем поверхности подсохнуть с ней можно работать соответственно время жизни материала порядка четырех часов за это время мы должны выработать материал который мы приготовили потом он застынет им уже работать будет нельзя первый слой я наношу обычно ровно стараюсь избегать царапин если я давлю слишком сильно у меня появляются царапины то есть материал начинает короедить мне этого не нужно я работаю больше плоскостью для того чтобы эти царапины не проявлялись ну собственно все для первого слоя достаточно теперь мы ждем полного высыхания аналогичным способом наносим второй слой нанесению второго слоя материала микроцемента из него можно формировать различные фактуры это могут быть карту мира марокканская штукатурка и при нанесении второго слоя вот эти края которые возможно будут у вас подсхватываться на объеме их нужно увлажнять увлажняем и взбрызгивая и в этом случае у нас не будет никаких ненужных нам стыков как вы можете видеть не смотря на то что материал зернишим его можно нести гладко практически как униканская штукатурка но мы сознательно осознанно создадим эффект шершавого бетона то есть я буду прям с усилием местами процарапывать у нас пару получится красивый лофтовый бетончик давайте закончим нанесением а потом уже займемся эффектом наношу я материал аналогично первому слою то есть точно так же я его просто зашпаклевываю но при этом работаю как с венецианской штукатурки то есть я его с небольшим усилием на приглаживаю дополнительно хочется сказать что материал увеличен у материала увеличен увеличен время жизни это сделано осознанно то есть это уже модифицированный материал то есть доработанный полгода назад по этому материалу были нарекания и речь шла о том что материал излишне быстро схватывается поэтому чтобы избежать дальнейших этих моментов мы увеличили время жизни материала также дополнительно можно еще и увеличить время материала если материал разводить не водой а гелем как делать день смотрите в предыдущих видео ну вот собственно материал нанесем и теперь я краем кельма прям буду создавать вот такие задиры нарочито создавая пористую структуру ну и после того как пористая структура создана я еще раз повторно это все приглаживаю сейчас я закончу и возьму камеру и покажу поближе то что у нас получилось также на бетоне я люблю делать такой мы его называем дребезгом он прям характерный для бетона красивый эффект сейчас я его покажу делается он очень просто при этом очень разбавляет делает бетон красивее украшает эту поверхность мы берем кельму ставим торцом как бы делаем дребезг и еще раз приглаживаем это не все дорогие друзья потому что в конце видео будет самое интересное когда материал высохнет мы проведем над ним ряд испытаний и вы убедитесь в его прочности во первых то что мы нанесли на керамогранит мы попробуем механически удалить во вторых мы поверхность которую только что на данном образце мы нанесем на нее воск на скипидарной основе после чего прольем эту поверхность кипятком это для того чтобы вы не боялись если речь идет о к примеру душевых кабинах когда нам нужно сделать микроцемент какой-нибудь душевой кабине либо влажным помещением то нам не нужно защищать нам не нужно защищать в отличие от пола полиэфирными лаками либо эпоксидными нам достаточно просто воска на скипидарной основе и тогда мы можем просто нанести микроцемента закрыть его воском и он уже не был не будет бояться воды но если мы это делаем на пол то безусловно на полу нам нужно защищать эту поверхность либо полиэфирными лаками либо эпоксидными это обязательно давайте я сниму камеру и покажу вам то что у нас получилось макро так вот наш бетон как вы могли убедиться техника нанесения очень проста у материала потрясающая адгезия нам не нужны никакие дополнительные микро базы потому что он сам принципе является уже в своем базовом состоянии с небольшим зерном но достаточным чтобы создать красивый эффект ну а теперь ждем полного высыхания ну что ж дорогие друзья у нас наш микроцемент высох мы возвращаемся к работе над ним у меня уже полностью высохшая фактура сейчас я нанесу на нее то воск нашим за все воск называется органик это воска скопидарная основе воск называется органик это воск была на скопидарной основе После того, как воск встанет и высохнет, проведем над ним испытание, простите. Данный воск пластичен, очень мягок, такой как безе. После высыхания воска, если вы хотите, чтобы поверхность была слегка глянцевой и шелковистой, то мы поверхность можем отполировать. Достаточно. В принципе, практически все. Наш образец, можно сказать, что готов и он готов к испытаниям. У нас есть легкий глянец, у нас есть фактура бетона. Сейчас мы все это увидим в макро. Давайте я возьму камеру и покажу. Поверхность слегка может быть сейчас неоднородна. Воск не до конца может быть высох. Но это пройдет, в принципе, для испытаний нам это уже не мешает. Далее у нас интересный эксперимент. Сейчас мы с вами возьмем горячую воду и выльем на образец. Итак, вот наш образец. У меня чайник с кипятком. И сейчас я немножко выливаю кипятка. Вы видите, даже пар идет на образец. Даже немножко покатаем. Видите, насколько воск создает эффект лотоса. У нас в поверхность ничего не впитывается. Ну, если мы применяем в моечных каких-то гушевых, то защитой может быть просто воск на органической основе. Давайте еще разочек. То есть воск на скипидарной основе прекрасно защищает от влаги, от попадания, от постоянного контакта с водой. То есть вам не требуется защищать поверхность полиэфирными или эпоксидными лаками при условии, что это все происходит на стенах. На полу это обязательное условие. То есть эпоксидный или полиэфирный лак на полу крайне желателен, потому что он еще и обеспечивает износоустойчивость. Итак, смотрим. Никаких следов. То есть, подводя итоги, могу сказать, что при применении микроцемента в каких-то душевых кабинах достаточно защитить стены воском на органической основе. Если микроцемент применяется на полах, то защита обязательно эпоксидными или полиэфирными лаками. И у нас еще один эксперимент. Если помните, я наносил микроцемент на плитку для того, чтобы проверить адгезию. Сейчас я вам тоже это покажу, что у нас получилось. Итак, расход материала на стенах это 1,2-1,5 кг. Обычно мы рассчитываем 1,5 кг на квадратный метр. Но, как правило, укладываемся в 1,2 кг. Наносится это обычно на кварцевый грунт. Ну и, собственно, на штукатуренные стены. Что еще дополнить? Если есть какие-то вопросы, то обязательно задайте их. Ну, а мы приступаем к следующему эксперименту. Следующий эксперимент. У нас есть кусок керамогранита. На нем нанесен микроцемент. Вы видите, нет никаких грунтов, никаких подложек, никаких оснований. То есть, это просто гладкий грунт. И основа. Ну что ж, пробуем снять микроцемент с гладкого основания. То есть, прям механически с усилием. Посмотреть, какие усилия приходится прилагать для этого. Будет ли такая нагрузка на полах? А если в целом, то материал выдерживает механическую нагрузку. То есть, ну вот таких усилий, таким процессом вы вряд ли будете заниматься на поверхности. На любой. И опять же, если у вас поверхность загрунтована, то с грунта вот это сделать будет нереально. Вы видите, насколько прочен материал. То есть, чтобы снять с гладкой плитки керамогранита, надо чистить микроцемент, надо приложить, ну как минимум, усилий. Ну что ж, на этом все. Подписываемся на канал, ставим лайк. У нас еще впереди много интересного. Всем успехов. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok